Приветствую вас, дамы и господа! Услышьте и не говорите, что не слышали, узрите и не говорите, что не видели. Стеклопена, пеностекло. Сегодня мы проведем ряд экспериментальных экспериментов, сделаем обзорную вытяжку теоретического пеностекольного пространства и по итогу сформируем мнение, сделаем вывод, обуздаем заключение, касаемое использования пеностекла в аквариуме. Итак, я прежде всего хочу сказать огромнейшее спасибо тем подписчикам, которые мне присылают в личку различнейшие темы для проверок, в том числе неоднократно, десятки раз присланная тема с пеностеклом. Погнали! Пеностекло это вспененное стекло, суть его заключается в том, что обычную массу для силикатного стекла разогревают до примерно 1000 градусов и оно начинает пениться. При охлаждении постепенном у нас эта пенка отверждается и получается пеностекло. Конечно, сам процесс, он чуть более сложен, чем я вам сказал, но общий смысл такой. Ничего фантасмагорического. Считается, что в 1930-х годах это пеностекло увидело мир благодаря советскому академику Китай-Городскому. Попрошу заметить, запротоколировать, что изначально пеностекло предполагалось применять в качестве плавающего материала. Ну, то есть, как уточка над водой плывет, так и кораблик из пеностекла. Он не утонет, то есть над водой, то есть не в воде, понимаете, а над водой. Итак, пеностекло выпускает в форме блоков плит, щебня и гранул. Судя по фрагментам цивилизации, мое пеностекло было когда-то плитой уродом, ну или блоком на худой конец, потому что мы отчетливо видим оформленные края. Плотность пеностекла от 100 до 600 кг на метр в кубе, как правило, это 150-250 кг на метр в кубе. У той же самой воды плотность 1000 кг на метр в кубе, ну примерно. А знаете, что это значит? Что пеностекло не утонет, потому что оно в разы легче воды. Водопоглощение пеностекла от 0% до 5% объема. А знаете, что такое водопоглощение? Водопоглощение это способность материала или изделия впитывать и удерживать в порах и капиллярах воду. У кирпича, к примеру, водопоглощение от 8 до 16% в среднем. А какое пеностекло у вас? Сколько у него процент водопоглощения? Непонятно. Да, к слову сказать, существует несколько разновидностей пеностекла, одной из которых является паростекло, которое, в отличие от пеностекла, имеет открытые, незамкнутые поры. Но о порах мы пока что не будем говорить. Чуть позже посмотрим, поглазеем и поэкспериментируем. А пока давайте я вам скажу, что несмотря на явные плюсы, а это легкость, поверхностная пористость, нейтральность у пеностекла, да и, впрочем, у любого вспученного стекла и даже фирмовые вспученно-стеклянные наполнители, у них есть явный минус. Это хрупкость. Как следствие, образуется крошка и пыль, которая может не залететь, а может и залететь к вам на чаек в ноздре. Да, чуть позже я покажу, что кусок пеностекла без проблем прорезал новый пакет. Если эта пыль залезет к вам в легкие, вы ее не вычихаете и даже не выпукаете. То есть, со всем, что касается стекла, нужно быть крайне аккуратным и осторожным. Да, друзья, давайте дальше проверим, как же все-таки это пеностекло ведет себя в воде. Возьмем стакан с обычнейшей самой водопроводной водой, возьмем несколько фрагментов пеностекла и попытаемся их затопить. Ну, к слову, даже при разламывании какие-то фрагменты пеностекла, они не тонут, а какие-то в меньшей степени они тонут. Но эти вот самые утопленники, это прям крошечные крошечки. Ага, здесь у нас шпион расположился. Почему? Потому что один из пяти кусков, он пошел кубарем на дно. Да, прям там утоп, но, скорее всего, это кусок какой-то поджарки стеклянной, не до конца вспученный фрагмент. Фрагмент, урод среди уродов. Вот такая, в общем-то, странная часть этого самого пеностекольного блока, либо плиты. Да, почему? Потому что, ну, вот другие его собратья, они не тонут. Ну, от слова совсем. Ну, то есть вообще никак. Да, по поводу того, где же купить пеностекло. В обычном садовом магазине, в строительном магазине. К слову сказать, я покупал в интернет-магазине, и обошлось мне это пеностекло по цене 150 рублей за 2 литра. Оно бывает в разные фракции, как правило, используется для цветов. Да, много где пытается использоваться, но не всюду успешно. Давайте проведем следующий эксперимент. Оценим его пористость, так сказать. Почему? Потому что в теоретических каких-то источниках указано, что поры пеностекла, они закрытые. Да, серьезно. То есть как керамзи. То есть они глухие, и там ничего сверхъестественного нет. То есть они запечатанные. Смысла от таких пор нет абсолютно никакого, потому что в них ничего абсолютно не попадает. Но давайте же попробуем налить метиленового синего вот в этот вот фрагмент пеностекла. То есть это феностекло, кусочек из упаковки. То есть я никак его не обрабатывал. Оно не затопленное. И через пару дней посмотрим, что же это феностекло нам скажет. Да, к слову сказать, когда я вот его заворачивал в этот пакет, фрагмент феностекла, он этот пакет прорезал. Да, то есть вот то, о чем я говорил, что части феностекла, они заостренные. И это серьезно. После того, как я поработал пальчиками с пеностеклом, пока снимал этот выпуск, у меня палец стал довольно шершавым. И он как будто бы шершавый не потому, что пеностекло шершавое, а как будто бы шершавый, потому что пеностекло острое. Итак, запечатываем. Почему в пакет? Потому что выгнали оттуда, постарался я выгнать лишний воздух. И на следующий день достаем наш кусочек пеностекла, вытираем с него то, что не впиталось, для того, чтобы нам не замызгать все вокруг. И давайте же скорее приступать к вскрытию. Ну да, смотрите, если у нас есть какая-то проницаемость в недре этого материала, то у нас он будет окрашен, прокрашен синим на определенную глубину. Ну да, ну в идеале по всему объему он будет синим. Давайте распилим вот этот вот фрагмент и посмотрим, что же у нас внутри. А внутри у него синева. Серьезно? На самом деле этот момент стал для меня неожиданным. Причем, смотрите, поверхностную метиленовую синюю краску мы стерли, да, высушили как-то, попытались бумагой впитать все излишки. А внутри наш камень, наше пеностекло, оно как бы сырое, оно влажное внутри. Ну хорошо, возможно, это поверхностные какие-то поры до конца не впитались в бумагу, и я ножовочным полотном прокрасил вот эту вот плоскость, которую распилил, да. Давайте сейчас я возьму бокорезы, и мы произведем уже не распил, а раскол этого замечательного вспучено-вспененного стеклянного материала, для того, чтобы досконально убедиться, есть ли проникновение в недра или же проникновения не было. Да, вот обратите внимание, что довольно прочный материал, но в то же время он довольно хрупкий, то есть от части к части как повезет. То есть может быть кусочек, который у вас плавает, а может быть кусочек, который имеет большую плотность, и он тонет, но в то же время его и фиг сломаешь, да. Итак, кусаем, и видим, что в недрах этого фрагмента у нас опять синий цвет. Что это значит? Это значит, что за сутки метиленовый синий абсолютно весь объем этого куска пеностекла пропитал. Да, причем обратите внимание, что внутри у нас пеностекло влажное, то есть это о чем говорит? О том, что несмотря на свою плавучесть, у нас вода в недрах заходит очень медленно, то есть у нас теоретически в недрах могут селиться бактерии, которым кислород не нужен, то есть анаэробные бактерии. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что в принципе этот материал можно использовать в качестве наполнителя, в качестве мест заселения бактерий. Да, теперь небольшой лайфхак. Как утопить пеностекло? Вы просто берете его и кипятите минут 30-40, после чего оно просто неожиданным образом начинает тонуть. Просто берет и тонет. И все. Я читал и мне говорили, что вполне вероятно оно будет крошиться, но нет, оно не крошится. Да, какая-то пыль, она очевидно появляется на дне. Вы ее можете видеть невооруженным взглядом, но сами фрагменты пеностекла не остаются в неизменном, внешне, по крайней мере, незаметно неизменном виде. Таким образом, вы можете просто взять его и закипятить хорошечно так. Давайте посмотрим на структуру пеностекла под микроскопом. Да, сразу хочу сказать, что по моим наблюдениям оно как бы содержит больше включений, чем та же самая серосипаракс, к примеру, да. То есть здесь вот какие-то камушки, что ли, здесь какие-то кусочки, не пойми чего. Сейчас покажу вам серосипаракс. Вот она. Да, здесь тоже у нас, что бросается в глаза, это большее количество пор, но оно и по ощущениям это заметно. То есть серосипаракс, она больше крошится. Серьезно. Она прям как сухарик. Здесь же нет таких явных деструктивных воздействий, да, на пеностекло, но, повторюсь, на моих пальцах оно оставило какие-то странные ощущения и впечатления, да. Таким образом, подводя итоги, хочется сказать, хочется ответить на всех интересующий вопрос, можно ли использовать пеностекло в аквариуме? Да. Можно, учитывая его нюансы, минусы, я бы так сказал. То есть это первоначальная плавучесть, это острота, по крайней мере, у меня отдельных фрагментов, но, друзья, это очень доступный аналог фирменных стеклянно-вспученных наполнителей. Серьезно. 75 рублей за литр. Двухлитровый пакет мне обошелся в 150 рублей, а если еще больше объем брать, там еще дешевле выйдет, то есть это капец как дешево. Да, конечно, стоит повозиться с тем, чтобы его затопить, но, опять-таки, блуждая по просторам интернета, можно обнаружить записи из личных дневников аквариумистов, которые уже не один год используют это пеностекло, и оно их полностью устраивает. То есть, если вы хотите, конечно, фирменные наполнители брать, вы можете брать фирменные наполнители, и под микроскопом заметна эта разница, да, в количестве и качестве пор. Вы, если у вас есть деньги, вы покупаете фирменные наполнители. Если вы хотите весьма качественную биофильтрацию осуществить в недрах своего аквариума, вы вполне себе можете взять пеностекло. То есть, да, серьезно, я провел эксперименты и показал вам, что в недрах пеностекла жидкость все-таки проходит. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Ну, а с вами был Аквамин, увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok